Мы с вами поговорим о критериях развития, связанных с понятием паринатального развития. Дело в том, что мы имеем некий код, некую заложенную функцию, которую зачастую мы не понимаем, но принимаем и на которую мы опираемся в процессе нашей жизни, ну естественно, в законах развития. Когда в традиции и, так скажем, в правильном методе обучения контролируется или подсказывается, или направляется человек, то всегда учитывается его пренатальность. В условиях современного существования, в природе современного существования, да, пренатальность по сути не учитывается, а сам человек, если начинает на нее обращать внимание, то скорее как на некую фатальность, которая преследует человека, или выражается в человеке, или реализуется в человеке, а не понимая и не корректируя пренатальность, человек не может, по сути, развиваться, потому что его развитие будет все равно зависеть от тех условий, которые в нем заложены. То есть, если не учитывается пренатальность, то мы не только можем не развиваться, а еще сильнее усиливать зависимость от нашей пренатальности. То есть, по сути, обслуживать функцию, которая в нас заложена, не понимая этой функции. И условия здесь, по сути, важны два. Либо вас кто-то ведет и указывает на вашу пренатальность, кто понимает вашу пренатальность, и с этим связаны, скажем, позитивные и ненужные формы, либо вы должны развить ту степень сосредоточения и внимания, чтобы, по крайней мере, могли отслеживать процессы, связанные с вашим развитием, уметь сопоставлять и понимать, в чем и как возможны изменения. Любое развитие – это изменение. Причем это изменение может быть на уровне природы энергии Ци, то есть базовой энергии, которая, в общем, доминирует в нашем пространстве, энергии Цзин, энергии преобразования, чем, в общем, занимаются алхимией и энергии Шэн – это то, что является частью нашего порождения, то есть что дало нам небо, грубо говоря, в процессе пренатального нашего строительства. Сначала нам нужно понять, так скажем, архитектуру природы пренатальности или архитектуру природы Ци, Цзин и Шэн, то есть видов энергии, которые, еще раз говорю, характеризуют нашу пренатальную зависимость на уровне пространства, где мы живем, пренатальную зависимость на уровне того духа, который формировало или доформировало небо, и усилие, которое мы можем развить, связанное с энергией Цзин, способное преобразовать, в первую очередь, энергию Ци как наиболее слабую, и усилить энергию Шэн, или, грубо говоря, взращивать или укреплять наш дух, который опирается на тот вид энергии, который, в общем-то, обычным способом и человеком не считывается, да, ведь в зависимости от базовой энергии наше сознание базово работает, да, то есть оно не может смотреть выше, а даже если нашим духом предначертано быть выше, это привносит дополнительную эзотерику в жизнь человека, потому что человек вроде куда-то стремится, но не может дать обоснования к этому стремлению или объяснить это стремление, и он начинает желать многое, что-то там высокое, обращаться к чему-то высшему, но обоснования и понимания этого высшего в нем нет, потому что для этого нужно и изменить, так скажем, приемник, то есть не просто послать себя к чему-то более высокому, но и чтобы в голове была возможность это высокое принять. Главное, этот вопрос, в общем-то, его сложно теоретически воспринять, но он важен, так как мы должны строить себя в практике, а не просто практиковать, а строить себя в практике, мы должны наблюдать, как это сказывается на нашу жизнь, как это соотносится с тем, чем мы занимаемся, потому что что-то одно будет усиливаться, что-то будет отпадать, и если мы не усиливаем свое сознание, то рано или поздно наши занятия будут нам мешать, по-любому, потому что мы не реализовали это, в общем-то, основного, не стали выше природы своей изначальной. Чтобы стать выше природы изначальной, важно сознание. И опять-таки, да, пренатально мы можем наблюдать, как функционирует мозг у человека в разные периоды времени, и дать оценку. А если мозг, он просто подчиняется каким-то эмоциям или реакциям, и зависит, скажем, больше от функции раздражения, когда один человек раздражает другого, куда можно отнести и процесс возбуждения, когда один человек возбуждает другого, требуя внимания или просто выживая те или иные реакции или эмоции, которые характеризуют процесс, так скажем, базового переживания, от которого мы зависим, потому что это также является питанием для нашего тела, сознания на уровне просто элементарного функционирования. То есть характеристика завязывания на пространство должна нами пониматься, то есть это зависимость. Понимаете, один человек зависит сегодня от компьютерных игр, другое от того, чтобы по телефону сообщения отправлять, третий зависит пойти погулять, четвертый пойти в кино, а пятый зависит, чтобы сидеть читать книги. Конечно, сегодня таких мало людей, раньше было больше, но мы можем увидеть, какая степень либо деградации пренатальной, либо просто такова пренатальность, то есть слабость пренатальности, которую нужно изменять. Потому что если мы не добьемся сосредоточения и внимания над тем, что мы делаем, то мы не являемся людьми, которым можно сказать, что даже, в общем-то, и нормально занимаемся, не то, чтобы говорить, что практикующий человек. Часто люди ведь находятся в состоянии ожидания того, что они делают, а не в состоянии работы и реализации того, что они делают, а это невозможность слышать задание, работать над заданием, быть в задании. Потому что степень зависимости от коротких процессов, связанных с реакцией мозга, они более наработаны, чем от длинных процессов, связанных с переживанием мозга. То есть даже понять разницу реакции мозга, чувствования мозга и переживания мозга, осознания мозга, это разные вещи. Теоретически это не объяснить, это нужно понимать практически. В этом плане сегодня нет условий, потому что нету школы реальное обучение и нету последовательности правильной в обучении. И все зависит от вас, как вы сможете ритуализировать свою жизнь по отношению к тем ценностям, которые вы себе устанавливаете. С моей точки зрения ценность человека – это оперирование мозгом. А не просто человек имеет тело, а мозг не натренировывается. А натренировываться мозг должен регулярно. Потому что, как я неоднократно говорил, если вы не натренировываете мозг, то вы натренировываете быть в не натренированном мозге. Других функций нет. Человек не может не быть в какой-то последовательности своего существования. Либо он находится в последовательности разложения, что пространство наше предлагает нам, либо в процессе созидания, но здесь характеристика связана с нашей ментальной активностью. В общем, ментальная активность направлена на нас самих. Не то, что мы там кому-то говорим, что-то указываем. Это некая возможность, договор нас с нашим мозгом и, конечно, достижение уже постнотальных возможностей в реализации задачи, которые мы ставим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова